Ну и помолитесь за нее, ну что живет и живет, значит нет сил уйти, сил не хватает. Зачем выгонять? Она же человек, чего ее выгонять? Представляете, вас будет кто-то... Да прекратите ее менять, просто берете, она живет, ей не хватает энергии, чтобы уйти, сил не хватает. Нужно поставить алтарь перед собой, включить тех, кто молится и начать с ними молиться, слушать и как бы... Я не знаю, я не могу молиться. Вы молитесь просто Богу и служите Богу. То есть не за ее душу, не за святую. Не, вот смотрите, тоже за предков то же самое. Не надо конкретно... Вы поймите, когда вы соревтачиваете на предках, то вы свою энергию им отдаете. А надо соревтачиваться на Боге и думать о Боге надо. А слушать голос святых, молиться, думать о Боге. Не думать о тех, кому вы хотите помочь. Не думать о них во время молитв. Просто когда вы будете молиться, вы просто отметьте в сердце, что это для них. Все. Но если вы думаете о них, то вы свои силы отдаете. А своих сил у вас нет ей как бы помочь. Поэтому вы в растерянности. Это типичная ошибка людей. Люди думают, вот я сейчас буду думать о нем молиться. Значит, тогда ему поможет. Нет, вам надо думать о Боге, когда молиться. И если вы забудете про себя и будете думать о Боге, тогда мы потом в конце молитвы. Это для него. И сразу вся эта энергия пойдет туда, которой вы намолились. Вот ей даже уже сейчас легче стало. Просто мы с вами поговорили, я чувствую эту женщину. Ей уже легче стало. Уже вам помолиться нормально полтора недели. И она пойдет дальше по судьбе. А? Нет, можно. Ну, где вам угодно. Где вам удобнее. Лучше дома, наверное, алтарь поставить, чтобы никто не отвлекал. Ей будет помогать прям ваша молитва. Она будет слушать и очищаться. Думаете, ей там надо в этом квартире жить? Ей сто лет там не надо. У нее сил просто нет. Мне бензина не хватает переехать. Бензин ей налейте, молитесь, чтобы у нее энергия пошла, как бы, и она переедет. Да, она там живет сейчас в тонком теле, я это вижу. Но даже сейчас ей стало легче от нашего разговора. Она сильно обрадовалась. Потому что когда она ей плохо еще, вы вместе с ней тоскуете тоже, то тогда двоим плохо становится, как жить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...